А сейчас, продолжая наши программы, вашему вниманию следующая передача «Наше время». Как всегда, программа начинает для вас Александр Фёдорович Ефимов. Александр Фёдорович, приветствуем вас и внимательно слушаем. Спасибо. Я также приветствую всех наших радиослушателей и начинаю нашу программу продолжением чтения книги «Счастье потерянной жизни». Я в прошлый раз дочитал о том, что герой этой книги, Владыкин Пётр, арестован. И к нему пришла жена его и мальчик Павлик. И вот он пришёл, принёс передачу для отца, потому что не принимали передачу от старших. И ему задают мальчишке этому Владыкину, Павлику. «Ты чей будешь?» Он отвечает. «Владыкин я, тут папка мой сидит». «Ах, вон она что, баптистский сыночек. Папа этого я знаю. Он не поп, горячо возразил Павлик. Он проповедник Евангелия. Он ничего плохого не сделал. Зачем вы его посадили?» Начальник впервые усмехнулся. «Ага, хорош защитник. А ты не боишься, что и тебя привлеку?» «Не боюсь, я тоже буду проповедником». Если бы вы знали, какое это счастье. Начальник не пожелал узнать, что это такое, служить Богу проповедникам. В полголоса распорядился, чтобы арестованному передали еду. И еще раз с кривой усмешкой оглядел Павлика. Скрылся во внутренних переходах комендатуры. Время Павлик коротал под уничтожающими взглядами дежурного. Через пять минут высунул голову солдат. «Который, Владыкин, ты, что ли? Вот тебе записка от отца. И больше сюда не приходи. Его переводят в тюрьму». Будто на крыльях вылетел Павлик из мрачной приемной. Прочитав мужнины каракули с благодарением Богу за весть о себе и за передачу, Луша, эта жена арестованного, расплакалась. «Теперь мы с тобой, Павлушка, помыкаемся и по тюрьмам». Суждено же было так, что мрачные предчувствия Луши поначалу не оправдались. Уже на другой день, подойдя к тюрьме, заметили, как некоторые родственники арестованных подходили к воротам, называли фамилии, а конвойный вызывал с прогулки заключенного. Подобрался к заветной щелке, и Павлик крикнул свою фамилию. Через полчаса из-за ворот послышался знакомый отцовский голос. «Кто к Владыкину пришел?» «Я!» – звонко крикнул Павлик. «Мы, папаня, мы с маманей!» Отец попросил их отойти от щели подальше, чтобы лучше разглядеть. Поговорили о том, о сём, пожаловались на тяжёлое положение, и Павлик успел сунуть отцу десятку. Тут часовой велел отойти от ворот. Всё же кратковременное свидание придало всем Владыкиным силу. Луша соорудила ещё одну посылочку, а Павлик ухитрился написать записочку только одному ему и отцу известным способом. Он вонкнул её в огурец, и, судя по ответу, она нашла свой адресат. Однако время показало, что эти послабления утешительные. За ними последовали удары более грозные. При очередном распределении карточек семью Владыкиных обошли вовсе как лишенцев. Тут же нагрянула родня Петра Никитыча, помогавшая ремонтировать дом, и стали высказывать претензии на жилище. Посещения верующих сократились из-за постоянных арестов. Братья приходили по ночам. Подаяния становились скуднее. Тем не менее, с каждым днём, несмотря на растущий ком неприятностей, Луша становилась всё крепче духом. Много времени проводила в молитве, и отчаяние уже не касалось сердца любящей жены и матери. Тут и весточку из тюрьмы подали. Петру Никитовичу выпало ехать в дальние края без суда и следствия. Неясно, когда исполнится такое решение. Во всяком случае, месяца два Луши передачи свои удалось удвоить и передать. В тот день, оставшийся в памяти Владыкиных, как день великой скорби, в дверь постучали. Луша возилась у плиты, только и кивнула Павлику, «Открой, мол!» Вошли два брата. Луша не знала их, но они рассказали о знакомстве с Петром Никитовичем во время его миссионерской поездки. Теперь вот они прослышали о беде, настигшей Владыкиных, и выложили на стол скромные дары. Луша присела к ним. «Лушка! Лушка!» Истошный вопр с улицы оторвал ее от стола, как ветром вымел наружу. Надрывалась ее соседка. Ее муж находился в той, что и Владыкин, тюрьме. Слыхала «Этап, говорят, скорее!» И пропала. Лушка кинулась в дом. Не отвечая на встревоженные расспросы братьев и сына, поспешно стала собирать вещи. В голове билась только одна мысль. «Побольше, потеплее, больше, потеплее!» Пискнула маленькая. Луша кинулась к ней. Из головы вовсе вылетело время кормления. Выхватила на бегу ребенка из люльки. Павлик ладил мешок на спине. И оборвала. «Сиди дома! Гости! Вон!» Тяжелый мешок грузно осел за спиной у женщины. Лямки врезались в плечи, а ей только на душе стало светлее. Значит, много собрала для мужа. Не замерзнет. И полетела. «Только бы не опоздать!» Билась тревожная неотступная мысль. «Только бы не опоздать!» Малышка заплакала. На ходу сунула ей грудь. Та заплакала сильнее. Молоко шло мимо. Пришлось остановиться. «Ну, скорее же ты! Скорее!» Мысленно уговаривала она ребенка. «Скорее! Наш папка уходит!» За углом уже слышался мерный топот сотен шагающих ног. Цокали копыта по мостовой. Чей-то раздирающий кашель подчеркнул общую угрюмую настороженную обстановку. Малыш насытился и затих. «Опоздала!» Облилась холодным потом луша. Но, слава богу, из-за угла показалась голова этапа. «Мой-то! Моего-то не видели!» Кинулась к арестантам луша. Кое-кто ее помнил по свиданиям. Хмуро отворачивали глаза. Боясь попасть в немилость к конвойным. «Нет! Не видели!» «Не ходи за нами!» Грозят. Луша побежала в хвост колонны. И сразу увидела Петра. Понуро опустив голову, он шел в середине колонны. «Петя!» К ней кинулся конвойный со штыком наперевес. Дорогу загородил всадник. Попер широкой конвойской грудью. Попер, стал толкать. «А ну назад! Куда? Вернись!» «Тебе говорят!» Не слыша окриков, не боясь быть раздавленной и оказаться под копытами захрипевшего коня, пренебрегая всеми опасностями, кинулась луша внутро колонны. «Петя! Луша!» Схватились в объятия. «Тронь! Троим не разнять!» Конвойный закричал. «А ну выйди оттуда! Ты что, не знаешь, куда пришла?» «Назад!» Луша оторвала от мужа глаза. Петр Никитич поспешно перехватил дочку, загородил жену от конвойного. Луша звонко крикнул. «Я ему жена! Никуда я не пойду отсюда!» Колонна остановилась. С головы вскачь несся начальник колонны. Арестанты не расступались. Плотной массой окружили женщину, прикипевшую к мужу. Конвойный ругался. «Ах ты, подлая! Куда влезла? Выйди, тебе говорят!» Но начальник решил не провоцировать обстановку. Дал знак двигаться. «Иди уж! На месте я тебе покажу, где раки зимуют!» Петра Никитовича ошеломила такая решительность жены. Вроде бы не родилась за ней, не водилась за ней отчаянности. Он привык видеть ее покорной, терпеливо сносившей былые его выходки. Теперь же в годину испытаний пред ним предстала совершенно другая луша. Мужественная, стойкая, готовая неотступно следовать за мужем. Она ободряла его ласковыми словами. Внушала твердую уверенность, что удастся перетерпеть все невзгоды. Господь пошлет им счастье потерянной жизни. И Петр Никитович стал поднимать голову. Нежно прижимая к себе ребенка, он тихо ответил жене на все ее утешения. «Спасибо тебе, Луша, за меня не бойся, я вижу небеса отверстни». Да, да, так же тихо согласилась Луша. И оба сейчас полголоса вспомнили евангельские слова о том, что там написано, что там отвоен... Простите, слезы мешают пока читать, вытру. Вспомнили евангельские слова о том, что то, что отвоено, отвоевано, то мое. Колонна арестантов медленно шагала вперед. Всадник неотступно следовал рядом с владыкиными идущими, обнявшись. Видимо, он не решался разомкнуть их объятия, потому, что он уразумел, что то, что отвоевано, то их. Он только хмурился, когда замечал движение Петра Никитича, расценивая это как попытку к побегу. И когда его молодая, не привыкшая ни к крестьянскому труду, ни к заводскому станку, рука еще крепче сжимала оружие того охранника, вышли на окраину. Теперь их гнали вдоль железнодорожных путей, туда, где мрачно дремал в тупике зарешеченный Столыпин, так называли вагоном, вагоны для перевозки арестантов. Косыми лучами заходящего солнца он был преображен до неузнаваемости, казался чудовищем, отбрасывающим кривую, угрюмую тень. К ним и велик всех арестантов. Петр Никитович теснее прижимал лушу последние минуты вместе, согнувшись под тяжестью огромного мешка, с сухими глазами и запекшимися устами, она выглядела едва ли не большей мученицей, нежели он сам. Бедная, дрогнуло сердце Петра Никитовича. Столько прожито! А многие ли ласки она видела от меня? Разве что по молодости, а потом война, плен, возвращение, колготня по квартирам, устройство, общие поездки по селам? Не слишком ли много суемудрий, может, чем-то и следовало бы поступиться во имя сохранения семейной теплоты? Нет, услышал он в сердце твердый голос. Ничем ты, Петр Никитович, не мог поступиться, ибо в том, как жил и что делал, все во благо вашей семье. Ваших детей, ваших братьев и сестер, вашей общины, веры. Разве Господь бы воспитывал без этих трудов и забот такое отзывчивое сердце лучше? Дал бы он тебе таких детей? Увидел бы ты сейчас свою жену вновь? Пробудилось бы в твоей душе великое чувство сострадания, чувство, которое наряду с любовью должно лежать в основе каждой семьи. На все эти вопросы Петр Никитович ответил одним лишь легкими пожатиями плеча жены. Луша подняла глаза и улыбнулась. Давай, сказала она и протянула руки за ребенком. Петр Никитович освободил ее от мешка. Колона уткнулась в Столыпинский вагон. Ну и жена у тебя, покачал головой начальник конвоя. С такой и на севере не пропадешь. Ну, а теперь голос его снова стал жестким. Вон из колонны. Иди, Луша. Нежно поцеловал ее Петр Никитович. Ну, я думаю, что я здесь кончу, брат и сестры. Знаете, чего я плачу? Я не знаю, может быть, немножко и кто-то из вас. Я вспоминаю свое детство, я уже говорил. Что-то подобное мы пережили. И я тоже мальчишкой. Ну вот. А теперь я буду читать последние новости. Хорошо. Это же последние новости. Телефонный опрос 4 сентября. Тысячи граждан Соединенных Штатов. Некоторые, которые сказали, что будут участвовать в ноябрьских выборах, выяснил следующее. Первое. Америка в худшем положении, чем была 4 года назад. Второе. 54% опрошенных считает, что Обаму не следует избирать еще на один срок на пост президента. Третье. 31% жителей Америки сказали, что они в лучшем положении экономически, чем были раньше. Вы знаете, кто это, да? Я уже говорил об этом. Когда он пригласил к себе на работу, он, конечно, единомышленников пригласил, дал им шикарную заработную плату. И четвертое. 15% сказали, что их жизненное положение не изменилось. Ни туда, ни сюда. Средний доход американской семьи понизился на 8,2% со времени избрания Обамы. Так что стали меньше получать те, которые не его слуги. Кандидат на пост президента от республиканской партии Мит Рамни предлагает пересмотреть денежную помощь мусульманским странам. Кровопролитие в Сирии, убийство американского посла в Ливии, бунты в Египте против Америки. Все это указывало на необходимость изменить условия, на каких Соединенные Штаты будут раздавать миллиарды долларов противникам, противопролителям фанатично настроенных мусульманских стран. Я это, знаете, удивляюсь. Миллионы каждый год дают они, ну, то звери, конечно. В понедельник 25 сентября Общеевропейский суд решил выслать Соединенные Штаты после длительных переговоров и рассуждений пятерых мусульманских заядлых агитаторов и организаторов из Европы, Западной Европы. Главный из них Абу Хамза Аль Масри обвиняется в попытках организовать лагерь для обучения мусульманских террористов Соединенных Штатов вблизи небольшого городка на территории Орегона, возле городка Блай на западном склоне горной цепи Фримонт Маунтенс. Он слепой на один глаз, я ее видел, фотографию, и правая рука кончается большим стальным крючком. Ну, физиономия, братья, такая, что бандитская, недаром, крючок, да, попросил, чтобы ее сделали. Он известен вспышками яростных ругательств против западных стран и Израиля. Я видел ее фотографию, страшный человек. Он был арестован в 2004 году в Англии по настоянию правительства Америки. Вот, смотрите, враги, которые ругают, а все-таки эмигрировали, чтобы пожить-то в западных странах. Не остались там. Президент Ирана Ахмаденеджад во вторник этой недели сказал, значит, сейчас в Нью-Йорке происходит помещение, здание объединенных наций, вот он там тоже выступал. Он сказал, что пора установить новый порядок в мире, в котором Америка не будет доминировать и принуждать разные страны поступать, как Америка находит себе удобным. Президент Обама, выступая на съезде членов стран ОН в Нью-Йорке, заявил о том, что Соединенные Штаты сделают все необходимое для того, чтобы Иран не смог приобрести ядерное вооружение. Надеется наш президент на силу дипломатии. Цель этого в том, чтобы не пострадал Израиль, как он говорит, существование которого не дает спать и дышать многим исламским странам, а особенно Ирану. Удивительно, однако, что Обама избегает всячески встречи с Натаньяху во время съезда представителей разных стран, ссылаясь на занятость и так далее. Я не знаю, кто из вас смотрит на снимки и слушает новости, а Обама нашел время сфотографироваться с четырьмя дамами, две направо, две налево, которые, конечно, полураздетые, раскрашенные, распущенные волосы. А встретиться с представителем страны, которую он тоже якобы защищает, он не мог найти время. Вот он наш правитель. Борис Немцов, оппозиционный лидер Путину, сообщает о том, что Путин, президент России, тратит миллиарды рублей, имея 20 богатейших мест жительства. Слушайте, у него 20 квартир, а может, домов. Имеет 43 самолета для использования и 4 яхты. Эти сведения дал Немцов 28 августа. Немцов, бывший премьер-министр России, говорит, что обслуживание домов, самолетов и автомашин товарища Путина обходится России в 2,5 миллиарда рублей в год. Ну вот, слушайте, чем не капиталисты, а боролись против капиталистов. Куда ему до нашего Обамы? Вернее, не так, Обаме куда до Путина. Да, да. Конечно, потому что здесь все-таки, вот, смотрите, я имею возможность пока, я не знаю, может быть, тоже придет время читать критические новости. Мы имеем право голосовать против него, а там этого не было. Во Франции ожидается принятие нового закона, радуйтесь, братья, согласно которому в официальных документах будут запрещены слова «мать», «отец», будут легализированы однополые браки, и право усыновления будет одинаковым для традиционных семейств и однополых. Понимаете, чем это пахнет, да? Рожденная в Шотландии мать четырех детей, живущая в 50 милях на север от Нью-Йорка, живущего в поместье в 12 акров земли, арестована. Это здесь, в Соединенных Штатах, да, в Нью-Йорке. Она призналась на суде, что она находила клиентов для женщин легкого поведения. Признала себя виновной, выпущена под залог 250 тысяч долларов в июне этого года. Ей угрожает депортация. В своих делах она разбогатела и стала миллионершей. Вот это Америка. Кто хочет миллионером стать, принимайте во внимание эту профессию. Я, конечно, иронически говорю. Ну, а теперь другая новость, страшная. Школы города Нью-Йорка, iSchool, стали давать девочкам 14 лет и выше противозачаточные пилюли без сообщения родителям. Если родители после сообщения об этом определенно сказали, что нет, не давать, да, то они теперь дают всем и родителям не сообщают. Подростки, мальчики и в прошлом получали в школах, простите, презервативы бесплатно. Причина к тому, что в прошлом году 7 тысяч девочек младше 17 лет забеременели. 64% из них согласились на операции абортов. Это Америка. Впрочем, когда я приехал в Америку, были молитвы в школах, на молитвах начинались занятия в школах. Ну, вот теперь движемся в том же направлении, что и Советский Союз. В который же раз мексиканские бандиты-наркоторговцы показывают свое лицо. В пятницу, 14 сентября, в пограничном мексиканском городе под мостом были повешены 5 человек. На телах остались следы пыток. В мае месяце под другим мостом того же района были подобным образом повешены 5 мужчин и 4 женщины. Во свете этого, как вы смотрите на администрацию Обамы, который борется за то, чтобы грозница с Мексикой была открыта. Радуетесь, да, с таким президентом. Радуетесь, да, с таким президентом. Там были расстреляны и другие военнопленные в времени Второй мировой войны. Польский президент Бронислав Комаровский и украинский президент Виктор Янукович отметили место убийства и захоронения в Катыни 120 тысяч человек. Телефонный опрос 4 сентября тысячи граждан Соединенных Штатов, которые сказали, что будут участвовать в ноябрьских выборах, выяснил следующее. Первое. Америка в худшем положении, чем была 4 года назад. Второе. 54% опрошенных считают, что Обаму не следует избирать еще на один пост президента. Третье. 31% сказали, что они в лучшем положении экономическом. 15% без изменений. Я, простите, я уже это читал. Ну вот мы живем в таком мире, братья. Я призываю всех радиослушателей, во-первых, молиться постоянно о предстоящих выборах. Я рад, что и наш пресвитер нашей церкви стал тоже кончать воскресное служение, богослужение молитвой об избрании того, кого Господу будет угодно. И мы будем так молиться, братья. Потому что если Обама будет допущен снова на пост президента, то я лично считаю, что это пришло время наказания для Америки. А кому приятно испытывать наказание или жить в той стране, где будет наказание? Хорошо, братья, кого Господь побуждает помолиться о предстоящей беседе над Словом Божьим, пожалуйста. Помолимся. Наш Небесный Отец, Тебя сердечно благодарим и славим за Сына Твоего, Иисуса Христа, Спасителя нашего, Который пришел в этот мир, Который отдал Себя на мучения и страдания, на смерть, ради спасения наших душ, каждого и меня. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты избрал нас в этом мире, поставил на свой путь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты вручил нам служение. Я благодарю Тебя, что Ты дал нам, братьям, собраться здесь, на этом месте, для того, чтобы читать Слово Твое, чтобы рассуждать над прочитанным. Господи, мы слышали все эти новости, которые брат прочитал. И просим милости Твоей, Господь. Не отними Твоей милости от народа Твоего и здесь, в этой стране, в Америке. Господь, мы читали из Слова Твоего, что Ты поставляешь вся власть от Тебя, Господь. И Ты руководишь ими. И мы доверяем Тебе, Господь, кто будет избран на место работы президентом. Ты благослови этого человека, Господь, а нам помоги смириться и принять, как из руки Твоей, да будет на все Твоя воля. Нас благослови здесь, благослови всех радиослушателей, которые у своих радиоприемников, быть может, также будут принимать участие в нашей беседе. Благослови нас всех, да будет имя Твое прославлено во всем. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодарение Господу. Вновь по Его милости мы собраны, чтобы вникать в Его драгоценное Слово. Я напоминаю нашим радиослушателям, что мы имеем прямую связь с вами, и вы можете позвонить нам по телефону 429-76-35. 429-76-35. Мы ждем ваших звонков и вашего участия. Будем продолжать разбор послания к римлянам, 14 глава, 12 стиха. Я прочитаю немножко, и затем, братья, подключатся к рассуждению над Словом Божьим. Римлянам 14, 12. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Да не хулиться ваше доброе. Ибо царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. В прошлый раз мы много уже рассуждали о том, что существует понятие Священного Писания, более духовные братья, немощные братья, по-разному смотрят на определенные вещи. И мы говорили о том, что если не является грехом какое-то понятие, описанное в Евангелии, но есть определенное разномыслие в пище, в соблюдении дней, то это не должно служить поводом к спору и к унижению. И вот мы также продолжаем рассуждение об этом. И 12 стих. Господь напоминает, что каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга. Ну, пожалуйста, братья, я думаю, вы дома продолжали рассуждение над прочитанным словом. Что Господь положил вам на сердце. Может быть, сегодня мы уже не будем начинать с Саши, как обычно, а начнем наоборот с левой стороны. Тоже Саша, брат. Тоже брат Саша, да. Так начинайте из середины. Окей, нет проблем. Нет проблем. Мы можем из середины. Пожалуйста, брат, как Павел, что у вас на сердце есть. Написано более, чем понятно, что каждый за себя даст отчет. Я понимаю так вот. Если, скажем, тогда была и доложертвенная пища. Сейчас в этом вопрос не стоит. Но сейчас стоит вопрос в другом. Некоторые понимают, что немножко можно употреблять алкоголя, да, Александр? И члены церкви так понимают. И этим, ну, что такое немножко? Немножко никогда не начинается с многого, да. Когда первый раз молодому человеку дают 50 грамм, то лжец вселенский, он не говорит, не показывает обратную сторону, что в 30 лет он будет с тростющимися руками и пивной стоять и никогда не насытиться этим, да. Он не показывает разбитые семьи, не показывает осиротевших детей и так далее, последствия, последствия. Он все рисует в розовом цвете, правда? Немножко. Брат, разреши задать вопрос. Я не знаю, действительно это так, что среди членов наших церквей употребляют алкоголь? Ты имеешь факты, брат. Я себе этого не представляю. Александр Федорович, давайте мы сейчас не будем следственное собрание устроить. Давайте мы порассуждаем. Я хотел бы на одно слово всего. Вот здесь апостол Павел в 13 стихе говорит, не станем же более судить. Вот знаете, собираемся мы, допустим, ну, дома группа там какая-то, или родственники собрались, друзья. И мы начинаем, мы говорим, мы не судим, а мы рассуждаем. Вот скажите мне, пожалуйста, границу между судить и рассуждать. Что апостол Павел относит к судить и что к рассуждать? Вот, братья Илья... Хорошо, я согласен, да. А почему ты сказал, чтобы не поднимать этот вопрос? Потому что... Александр Федорович, вы так удивленно говорите. С кафедры это говорится очень часто, и у многих это как порядки вещей. А в Германии, и в этом, это вообще как порядки вещей, вино употреблять, это очень даже запросто. Вы отстали от жизни, Александр Федорович. И это сколько говорится, и сколько бьется, и на членских говорится, все. А вы сейчас говорите, неужели? Да, это есть, и это бич последнего времени, так скажем. И поэтому я не хотел бы сейчас как бы эту тему поднимать. Если хотите, мы можем поднять. Но мы сегодня порассуждаем... Можно просто, брату, можно было бы сказать. Я спрашиваю, факты имеешь? Можно сказать, да, и все. Я удовлетворюсь этим. Александр Федорович, но мы же сейчас не будем личности называть. Нет, нет, я не сказал, назови имена. Я сказал, факты есть действительно. Для меня это непонятно. Ну, хорошо. Если нужны факты, вы к какиму подойдите? Подожди, подожди. Значит, ты можешь сказать, что это действительно так? Не употребляй никакие имена. Братья, я полагаю, что мы прочитали письмо служителя апостола Павла. Звонок у нас, да? Пожалуйста, говорите уже телефонный звоночек, пожалуйста. Братья, приветствую вас. Вот сейчас вы говорили, что будем молиться, и как Господь даст, так и будет. А в сухолюбовом как написано. Можно мне прочитать несколько мест? Да, пожалуйста, сестра. От Екклезиас 5, 7, 8. Превосходство страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Прыгся к 31-м, не царям пить вино, чтобы напившись, они не забыли закона, потому что они забыли, отвергли закон Господа и презрели слово святого Израиля. Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устрашить бедного от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы сделать добычей своею и ограбить сирот Матфея. Спасибо, сестра, да, за эти места Священного Писания. А Исайя 41, 24, 29 там как пишут. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно. Нерзость тут, кто избирает вас. Благодарим, сестричка. Я думаю, что вот сестра как раз затронула эти места, которые напоминают нам, что Священное Писание также делает рассуждения о поведении людей, как в Ветхом времени, во времени Ветхого Завета, так и в Новом времени, во времени Нового Завета. Вот Саша задал такой вопрос. Чем отличается рассуждение от осуждения? Я думаю, братья, что рассуждение мы должны на основании Священного Писания рассуждать о положении многих вопросов, прежде всего в церкви, в семьях. И, конечно же, несомненно, мы должны касаться таких вопросов, которые брат поднял, что это ненормально. Брат даже удивился. Мне, честно сказать, тоже даже так печально слышать о том, что в наших церквах, к сожалению, есть такие факты. И это не секрет для многих. Это печально. Это есть признаки последнего времени. Наряду с этим мы можем коснуться вопросов, участившихся разводов в церкви, употребления наркотиков молодежью. Многие-многие другие нехристианские случаи. Мы должны об этом рассуждать, и мы должны молиться, братья и сестры. Господи, Ты видишь, подходя к последнему времени, мы видим, что признаки этого времени, они уже касаются наших церквей. Запустение, мерзость где-то в каких-то местах. Господи, вступись, поставь сторожей, как Ты сказал, поставлю сторожей на стенах, чтобы они не молчали, чтобы говорили. И мы должны молиться о чистоте церкви. Ну, вот, звоночек? Да, пожалуйста, говорите. Да, вот, мне хочется, чтобы Господь благословил Александра Семеновича, и подарил вот еще благословение от Господа за его передачи, так и по-английски он переведет, это на русский язык, и на языке нам читает, пусть Бог его благословит, прекрасные слова, и после этого еще благословение от Господа. Отец Бух Святой, аминь. А, благодарю, брат. Спасибо. А вопрос уже осуждения. Это вот, хорошо, Саша напомнил, что мы не должны здесь произносить какие-то фамилии, имена. Это не наше дело, это дело тех церквей, где решаются вопросы. На это поставлены пресвитера церкви. Вот. Мы должны молиться, чтобы была чистота. Если мы имеем факты, опять же, молиться там в церквах, в домах, вот, чтобы Господь, Он помог очистить наши церкви. Значит, я начал говорить, братья, что мы читаем письмо, ну, как мы называем послание, письмо апостола Павла к римской церкви. Дело в том, что если сейчас смотреть на положение дел в наших церквах, то положение дел тогда в римской церкви, наверное, было намного сложнее. И то, в то время, Он писал братьям, что, братья, не станем более судить друг друга. Это суд, суд, Он отдает Господу. Аминь. Значит, я просто хотел бы прочитать одну выдержку. Вот как раз у нас тема осуждения и рассуждения, вот где грань? Ну, это не тема нашего вообще. Да, ну, вообще, вот мы стих вот этот затронули. Однажды в храме, это пишет один православный человек, однажды в храме я в мыслях осудил одну бабушку за то, что она о чем-то беседовала с другой бабушкой. Ну, вроде в храм пришли, и они шепчутся там. И вот через какое-то время на остановке автобусной она подошла ко мне, та бабушка, и начал разговор о вере, о церкви. И вдруг она у меня спрашивает, а вы читали благодарственный акофист Господу нашему Иисусу Христу? Какой хороший акофист! Ну, это то есть, акофист, это как бы, ну, как мы сейчас называем эссе или рассуждение, или доклад, или как бы, ну, представление, да. Вот, ага, ведь там все написано о нашей жизни. Как же Господь любит нас, она ему говорит. И начала приводить цитаты. Слава тебе, призвавшему меня к жизни, слава тебе за каждый шаг жизни, хорошо у тебя на земле, радостно у тебя в гостях, а в самой слезы на глазах. И тогда я понял, как она любит Бога и живет только верой. Конечно, у нее есть дети, а именно тогда в храме она делилась своей радостью. У нее родились правнучки, двойняшки. Просто она радуется каждому дню и благодарит Бога за минуты радости, за горестые слезы. А мы вроде и образованные, а вот такие порой неразумные. Я понимаю, что вот сейчас Павел затронул вопрос о употреблении алкоголя. Вы знаете, те, если они и являются членами церкви, то начиная, вот становясь на этот путь, они уже исторгнуты из тела Христова. И они уже никаким образом телу Христову причинить боль или страдания не могут. Единственное, что Господь, глядя на таковых, скорбит. И наше дело, оно и открывается, и мы порой знаем. Но вопрос сейчас в том, что не лучше ли нам не быть судьями, а просто помолиться Богу об этом. Братья, прости, что перевернули. Неужели вы почувствовали, что я хочу судьей стать? Ну, 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 я не о вас сейчас говорю, нет. Мы сейчас, коль мы вместе все входим в рассуждение, то как бы нам не переступить вот невидимую вот эту грань осуждения. Вы знаете, ну, это опять-таки из случаев жизни православных, но я хочу сказать одну вещь. Один священник пожаловался настоятелю церкви, ну, они там служат, монахи, что один монах привел к себе женщину в келью. Ну, все они люди, все он понимал все это. Мудрый был яромонах этот. И когда пришли обыскивать эту келью, он знал, что эта женщина спряталась под бочку. Он сел на эту бочку и говорит, ну, поймите правильно, братья, что сегодня он, а завтра я могу впасть в согрешение. Встал и ушел. И тот ушел. Ну, к чему этот пример? Что сегодня, осуждая кого-то, судя, кого-то, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Осуждать мы не имеем права. Что я хотел добавить, я такой пример проведу, такая картина была. Все вы знаете, есть джонки, да, рублевки. Куда заходишь и берешь нужный парц для автомобиля. Идет один человек, у него в руках, банка с пивом, да, идет через проходную. Тот, который на проходной стоит, не-не, с пивом сюда нельзя. А он говорит, так это безалкогольное пиво. А, если безалкогольное, тогда можно заходить. Просто я был свидетель вот этого. Интересно, может ли бы, насколько тонко в этой стране, приучая, у нас в Советском Союзе такого не было. Безалкогольного пиво. Может, теперь уже есть? Есть и там. Ну, сейчас, тогда не было, я знаю. Когда я там жил, тогда настолько тонко дьявол приучает, приручает. Сначала с безалкогольного. Такого понятия не может быть безалкогольное пиво. Оно все алкогольное. Начинается с безалкогольного, а потом переходит на алкогольное. Вот и все. Просто мы никого не судим. Мы говорим просто, кто, просто берегитесь, стойте подальше. В притчах написано, можно ли ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ноги. Можно ли взять огонь за пазуху, чтобы не прогорела платья. Все равно этим плохо кончится. У меня родной брат, который там и остался, за океаном, не смог даже на похорон мамы приехать. Потому что, придя в посольство, вот, американцы посмотрели на него, говорят, нам туда такие не нужны. Алкоголь, пьяный тут, да? Понимаете, а начиналось все с наперсточка. Понимаете, вселенский рабовладелец, враг душ человеческих, он обманщик. Это и все. Да, это очень важная тема, конечно. Я думаю, может, когда-то мы к ней и вернемся, будем побольше рассуждать. Но сегодня мы говорим о том, что лучше для верующего судить, или же, как написано в 13 стихе, лучше судить не о ком-то, а о чем? О том, как бы не подавать брату. То есть, вникай в себя, вникай в учения, занимайся с ним постоянно. Господи, а не я ли, как некогда ученики между собой разговаривали. Иисус говорит, один из вас предаст меня, да? Насколько это тяжелое обвинение. И они не стали говорить, а это, это, наверное, вот он. Нет, они тут же стали смотреть куда? Вникай в себя. Поэтому, братья и сестры, дорогие, чем мы ближе приближаемся к приходу Христа, Господь старается работать индивидуально с каждым из нас, чтобы мы, без пятна и порока, очищенный кровью Христа, прошли путем освящения. И это можно делать тогда, когда не по сторонам смотришь, а смотришь в свое сердце. Господи, а как я? Да, вот спиртное. А как я, Господи? О, слава Богу, что у меня даже и желания нет протянуть руку. Но не только на спиртном остается. А вот, как, братья и сестры, иногда бывают сплетни какие-то, осуждения. Господи, а как я отношусь? Да, увидел я проступок брата или сестры. А как я делаю? Бегу ли я и освещаю это всем остальным, говоря, о, посмотрите, как он. Или, может быть, я удиняюсь, молюсь. Стараюсь встретиться с этим братом, побеседовать о случившемся, подсказать ему вместе. Если нужно исправить, подключаю братский совет. Ведь у нас есть определенные правила, и это очень добрые, хорошие правила духовного воспитания и духовного созревания следа в церкви. Не судить, особенно где-то закулисно, а рассуждая о том или ином моменте, молиться, рассуждать, смотреть на себя, чтобы не давать повода, и стараться исправить. Спасибо, брат. Да, может быть, братья, вы еще имеете что сказать о том... Я думаю, дальше пойдем уже, действительно. Ага, хорошо. Мое такое обвинение. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Вот здесь, вы знаете, для меня даже немножко, как бы, загадка. Такое убеждение здесь, такое слово. Уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого. Как, братья, вы это понимаете? Ну, здесь разговор идет не полностью, как бы, он говорит, а опять здесь идет разговор за пищу. Вот, что он в себе не находит ничего нечистого, чтобы он не кушал. Он понимает, что это не приближает, не отдаляет и не оскверняет. Что бы он ни ел. Да, то есть только Саш за пищу это касается. Ну, я так понимаю, что... Пожалуйста, говорите, мы слушаем. С миром, сестричка. С Миром, сестричка. И все лямниды, там, Сашеньки, Павлушеньки и так далее. Я Лия, вы меня знаете. Что такое алкоголь и что такое вера? Вера покрывает все. Я проработала 49 лет на мужской работе, была с тремя классными образованиями, я коротко скажу. И мне всегда приносили когор. Первые секретари, академики. Я работала в сельхозтехнике с 11 лет, 49 лет на одном месте. Я сказала, если вы будете приносить мне коньяк или вот это вот еще, как называется, я даже не знала. Я говорю, я вас пускать сюда не буду. Он говорит, но я же первый секретарь. Не вы, вы всего-навсего генеральный директор. Я говорю, Юрий Михайлович Овчаров, прекращайте, я верующая. Я не имею права даже коснуться к стакану, который будет принадлежать для пива и что-то. Ну и так далее. Бог так вел, что уверовал этот Юрий Михайлович Овчаров. Касьянов уверовал. И когда мне было 40 лет, они, прохожу на планерке, нету планерки. Я говорю, Валентина Александровна, а где планерка? В красном уголке. Я прохожу, сел в ладоши хлопает, встречает столы накрытые, все 75 человек встречают меня. Это после всех, как говорится, бичей в 76-м году. Я глянула, ага. А пешка поднимается, Виктор Якович, председатель, и говорит, Лея Михайловна, вы же не разрешили даже пиво поставить. Мы ничего не поставили, кроме еды. Я говорю, ладно, хорошо. Я даже не присела. Вы понимаете, братья? Бог испытывает. Но сейчас лучше бы ложку вина выпили или спирту, чем такое разложение в семье. Сколько отцов отцы бросили из семей? Сколько матерей плачет, рыдает с брошенными детьми? Я вот знаю одну тут молодую семью, да и Павлуша знаете, вы знаете. Такую Танечку нужно оставить. Шестеро детей. Шестеро детей. Что ж ты, Роман, думаешь? А? И тому подобное. И вот, чтобы не задерживать время, хорошие пристани, деяние апостола 27, всем написано, пробившиеся с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому хорошей пристани. Вы знаете, братья, что это, когда корабль хотел утонуть. У меня есть хорошая пристань. Не подходит к ней, не подходит к ней, рыкая враг. Хорошо там, уютно и чисто. Пристань это семейный очаг. В ней я сладко душой отдыхаю. После штормов рабочего дня, ароматы святые выдыхая, в ней сижу у святого огня. У меня есть прекрасная пристань. Пристань это молитвенный дом. В этом доме общины баскистов я завет заключил за Христом. В этой пристани я наслаждаюсь весной, неземных берегов. В этой пристани плачу и каюсь, восхваляю Христову любовь. У меня есть хорошая пристань, далеко-далеко в небесах. Мои лодки поглади волни стоят. К ней не чуя на всех парусах. В этой пристани, тихой для многих, я оставлю свой ветхий чулок. И пойду после зданий дороги отдохнуть в божественных ног. Среди плача, страданий и горя, когда штормы ревут впереди, среди волн разъяренного моря, ты хорошую пристань ищи. Аминь. Аминь. Благодарю. Спасибо. Дорогие братья, благодарность, что вы правильно говорите. Главное, души спасать. И не на юбки не смотреть, никуда, а наедине подойти, обнять. Я одну свистичку вторую, третью обняла, поцеловала наедине 15 лет тому назад. И говорю, Ирочка, Надечка, Наташечка, пожалуйста, идете в молитвенный дом, эту юбочку не одевайте, а подлиже. Аминь. И накройте, накройте шарфиком. Бог плачет, когда мы голые перед ним. Откуда берегите? Спасибо вам, бабушка. И по сей день прекрасные, молодцы, братья, что вы настаиваете на любовь и истину. С Богом! Благодарим, сестра. Слава Богу, что у нас в церквах есть вот такие сторожа, которые с любовью могут подсказать. И братья, сестры справляются. Саша, мы перебили твою мысль? Или ты... Я ничего даже не говорил. Нет, Саша говорил о том, что это место касается пищи. Да, потому что здесь, смотрите, если за пищу огорчается буквально следующий брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Ну, я так полагаю, что здесь... Ну, за пищу, разговариваю. В основном. В основном здесь за еду. И вот он говорит, что я уверен в Господе, что нет ничего в себе самом нечистого. Ну, я не знаю, мог ли апостол Павел сказать, что я настолько... А что для других, он говорит, для других нечисто. Только почитающему что-либо нечисто, тому нечисто. Ну, я не знаю, но так мое мнение, что здесь апостол Павел говорит о том, что касается пищи. Татья, я даже, может быть, не согласитесь, я перейду даже и к алкоголю. Слушайте, Бог создал-то это. Но только алкоголь Бог создал не для того, чтобы заливали в горло себе, но для других целей это лекарство, алкоголь. Правда или нет? Да. Так что, конечно, в этом месте нет разговора об алкоголе, я согласен, граница пищи. Но если широко разговор помести на эту тему, что даже алкоголь, он... Братья, попутно я вспомнил свидетельство Гавиловского, если ты помнишь, как он работал на предприятии в Одессе там, и был там начальник отцеха день рождения, да? Ну, все его знали как верующего. И вот он как-то случилось, зашел в актовокзал случайно, а там уже столы накрыты, вся публика сидит, все-все в сборе. И его увидели. О, Велик Николаевич, за здоровье начальника хоть 20 грамм. Ну, он говорит, вы же знаете. Ну, хоть 10 грамм. Ну, они дошли уже до грамма. Он говорит, ну, хоть понюхайте. И он говорит, я согласился. Поднесли рюмку. И он потянул и в зале шквал аплодисментов, а у меня, говорит, в сердце как екнуло. Сдал позицию. Вы понимаете, если в Писании написано, а я говорю вам, говорит Христос, да кто посмотрит. В Ветхом Завете написано, кто прелюбодействует, да, тот виновен. Кто посмотрит. Значит, тут грань нужно проводить дальше, вот как сказал Христос, даже в том случае можно уже почувствовать, что да, сдал позицию. Даже не совершил, даже не пил. А сам факт вот этот, это было свидетельство брата, который я просто сейчас проконстатировал. Хорошо. Миша, Миша, может быть, у тебя что-то есть по этому вопросу? Вы знаете, что-то так очень тянет на вот эту тему алкогольную, братьев. Тебя тоже? Нет, меня сильно это не тянет. Мы как-то рассуждали о том, что вот был как бы брошен укор в сторону Иисуса Христа, вот он любит есть и пить вино с грешниками, с муитарями. Но вот в понятии перевода, допустим, если в греческом понятии рассматривать слово вино, оно в пяти, если не больших значениях это слово вино. Переводившее и переводившее. Если вот исследователи они значит как-то нашли вот эти данные о том, что какое же вино пили на свадьбах, какое же вино употребляли вот когда там было четыре чаши вина и определенное как бы разбавлены чем-то в процентном отношении с водой. Так вот как раз таки то, что чашу когда Христос с учениками взял, эта чаша четвертая была оказывается по принципу значения чаш и вина, она была разбавлена вообще один к четырем с водой, вот это вино, а то, которое пили в Кане Галилейской, там вообще его разводили, ну, это вино разводили с водой, естественно, как напиток в той стране, как это традиционно принятый. и когда принесли эти служители вино, вернее воду, которую Христос превратил в вино, это было вино, натуральное, цельное вино, которое вот он не мог подделку какую-то сотворить, он принес распорядителю пира и тот удивился, как, где ты его сохранил, где ты, откуда ты его взял, поэтому, братья, вот сейчас, конечно, это не тема для рассуждения, я благодарен Богу, что до сегодняшнего дня Господь, ну, не то, что отвращение, оно просто для меня не существует этого, ни алкоголя, ни спиртного, когда-то в молодости это было как юношеское, как говорится, баловство или как его увлечение, но Господь дал эту победу Иисусом Христом, он даровал мне эту победу, чтобы, ну, ведь почему-то, смотрите, в магазинах, куда мы ходим за продуктами, я вижу, да, мы ходим за продуктами, ведь там же алкоголь продается, продается, но для нас никакой вот идет князь мира, который во мне не имеет ничего, он для нас не существует, да, согласен, да, пожалуйста, говорите, ага. Здравствуйте, Вариме, 35-я глава, вот сына Риховитова, как сказали? Они сказали, мы вина не пьем, потому что я надал, сын Рихов, отец сказал, дал нам заповедь, сказал, не пейте, ни вы, ни дети ваши, ни вовеки, и до молнии строите, и дальше так, и мы послушались голоса, и она одна, сына Рихов, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина, во все дни наши, мы, и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, с тех пор они не пьют, отец заповедал, а Господь нам что говорит? Нет, чтобы объедением не занимались, пьяством, не упивайтесь вину, но исполняйтесь духом, Господь больше нам говорит, благодарю вас. Спасибо. Спасибо, сестичка. Я думаю, дальше можно оставить это уже. Я заметил, что эта тема очень касается, по-видимому, нашего времени, но вот как здесь 15 стих говорит, если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Обращаясь ко всем радиослушателям, я хочу сказать, что если кто-то видит христианина, который употребляет спиртное, это большое огорчение, я думаю, согласитесь со мной, да? Поэтому духовные, благоразумные братья и сестры всегда поступают честно, справедливо и чисто перед Богом и людьми. И если огорчается, а за спиртное многие огорчаются, не буду даже прикасаться, говорит апостол, пусть Господь поможет нам. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. То есть, таким образом, через наши проступки может погибнуть душа, живая душа. Так вот, братья, смотрите, смысл вообще вот послания к римлянам именно вот этого текста, что мы сейчас читаем, смысл апостол Павел хотел донести до членов церкви, так будем говорить, потому что он в церкви пишет, что вот то мелочное вот пища, питье, это не то, о чем должны рассуждаться. Дело в том, что вот смотрите, 16 стих, да не хулиться ваше доброе, точка. А что именно вот это ваше доброе? Ваше доброе это то вера, надежда, любовь, которую вы имеете в Иисусе Христе. То, о чем вы проповедуете, вот это, да не хулиться оно, да не смешивается, когда начинают рассуждение о пище, о питье, об одежде, оно как раз таки уводит эта дорога, уводит от этого доброго, о котором говорит апостол Павел, о вере, которую он принес и которую он проповедовал. Благодарим. Как раз заканчивая говорить о пище и питье, мы переходим к основному, 17 стих. Ибо Царствие Божие, я думаю, более полезнее говорить о Царстве Божьем, это не пище и питье, но что, возлюбленный, праведность, мир, радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Праведность, мир и радость во Святом Духе. Я думаю, что это гораздо более важное направление жизни христиан. Пища, питье, Господь все это ставит на свои места, умудряет, смиряет, учит, но живя по Духу, мы ставим основные вопросы, праведность, в чем она заключается, стараемся иметь мир и радость во Святом Духе. Если это у нас есть, то Господь таких одобряет. И 19 стих, итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Братья, вы опять-таки имеете в виду то время и вот ту границу на стыке эпох и вот эра до Христа, эра после Христа, эра, когда исполнялся закон в строгости и нарушивший что-то одно в законе он становился или являлся нарушителем всего закона. И вот по закону, если мы читаем Библию внимательно, там был очень большой акцент сделан на то, что можно есть, что нельзя есть, как его приготовить, как его есть, когда его есть, когда пить. это очень внушалось это в еврейском народе. В еврейском, да. И ведь мы же не должны забывать вот тех еврейских традиций и почему апостол Павел именно писал на стыке времен, как раз он проходил по этому времени. Это нам сейчас, конечно, легче рассуждать. Мы понимаем, быть может, я не все знаю из закона. Брат, может, кое-кому легче, кое-кому труднее. Нет, вопрос не в том, что мы сейчас кушаем то, что принимает наш организм. Ну, если так, по большому счету. Если мы, тем более, что мы с возрастом становимся мудрее и телом тучнее порой бывает, то мы уже смотрим, а что можно не есть, чтобы не толстеть? Или что нужно кушать, чтобы худеть? Понимаете? Вот уже. Александра Федоровна сейчас спросила. Не-не-не, вот о чем сейчас идет речь, понимаете, да? Поэтому Павел Апостол тогда и писал вот это, что шли споры и те же верующие, которые спорили об обрезании или не обрезании, а нужно ли, а не нужно ли, а как исполнять? Братья Михайловна, простите, что я перебью. Мы с этим согласны. Мы, конечно, рассуждаем, да. Я просто к чему хочу сказать, побуждаю радиослушателей, которые... То, что касается нашего времени, церкви, наше время, об этом в основном мы должны говорить. Да, конечно, посмотрим на прошлое, откуда это все началось, да, но в основном смотреть будем на церковь в наше время. Согласен, брат, или нет? Уделять особо, особо внимания уделять на это я? Да. это не стоит. Есть ли сегодня такая проблема, чтобы кто-то кого-то осуждал за пищу, вот здесь, в Америке, живя, есть ли такая проблема? Я, Лич, не знаю. Ты знаешь, кого-нибудь? Нет, 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 я тоже. Мы зашли хоть к кому, что у него на столе, наоборот, он еще, ох, смотри, у тебя что-то новенькое, а как приготовить, готовленное, берут другие рецепты, делятся. У нас сегодня проблем за пищу абсолютно нету. А вот с язычками, я не говорю с языками, а с язычками проблем очень много. А что мы еще до разговора, да? Разговоры. Вот. И суды, пересуды, и когда потом, и потом, когда начинаешь говорить, они говорят, а мы не судим, мы рассуждаем. Суд это, суд это, когда человека уже приговорил. Вот. За это, за то, что он так делает, ему вот это, вот это. Может быть, не совсем. Судить, это значит, говорить, что человек виновный или нет. Но это не обязательно человек приговорен, понимаешь? Но о ком-то... Вообще, что такое суд? Суд, смотря что? Это вынесение приговора. Да. Вообще суд. Так вот, сегодня есть такая проблема, что люди за пищу, мы очень много говорим... Ты имеешь в виду верующие, христиане, да? Христиане, да. За пищу, я не знаю, чтобы мы огорчались. И сейчас, и там, где мы жили, тоже не огорчались. Просто единственное, у кого-то была возможность купить, у кого-то не было той возможности. И здесь, слава Богу, мы имеем возможность купить всё, наверное, что хотим. Ну, я имею в виду, что... В пределах разумного. Ну, конечно, но я имею в виду, что мы не нуждаемся в продуктах. Да, в крайнем случае, хлеб-то даже на бесплате можно взять. Здесь нету огорчения за пищу. А вот, огорчение есть, что разносят клевету. Вот, это есть огорчение. Вот, есть, есть такое, я говорю, что собрались, допустим, в общении, не то, чтобы порассуждать, а вот, как Слово Божие говорит, а что нам Господь хочет сказать, а что Господь от нас хочет. Мы рассуждаем на любые темы, у кого, какая там, допустим, одежда, у кого, какая машина, у кого, какой президент. Мы можем на любую тему рассуждать, но не о Боге. Вот, так вот, что я хочу сказать, в последнее время враг, он настолько старается тонко подходить, как Павел говорит, он начинает с наперсточка. А потом, беда наша, дети не идут в церковь. А почему не идут? А потому что, говорят, что туда идти, а кто там есть у вас хороший? И родители, как, ну, братья, какие братья? Кто там у вас есть хороший? За того вы вот это говорите, за того вы вот это говорите, и родители потом начинают хвататься за голову. Что же мы наделали? А в детях уже посеяли, что посеяли? Да посеяли неприязнь к брату, к церкви и к служителям. Вот что и посеяли. Будем особо внимательны в последнее время за тем, что мы говорим в машинах после собрания. Благодарим ли мы Бога, Господи, благодарность Тебе, что мы питаемся такой духовной пищей, мы слушаем такое Слово Божие, мы слушаем такие пения, которые действительно умиляют сердце, чтобы наши дети в нас видели радость. Вот смотрите, мы прочитали, ибо Царствие Божие не пища и питьё, о чём мы сейчас много выделяли время, рассуждали. Но что есть? Но есть праведность и мир и радость во Святом Духове. Вот что в нас видят дети? Видят ли они праведность? Видят ли мир в нашем сердце? Или мы вышли после собрания и начали, вот тот вот так говорил, а тот вот так спел, а у того не было благоговения, а тот вот так пришёл, а тот вот так сидел. Я не думаю, кто-то этим занимается. Я лично не знаю, мы этим, например, не занимаемся с женой, с нашими братьями и сёстрами. Думаю, что кто-то так делает, да, брат? Мы говорим, чтобы не делали. Да, чтобы не подавали повода. Опять, Александр Фёдорович, вы отстали от жизни. Я отстал от жизни, очевидно, да, брат. Александр Фёдорович. Я бы, когда кончается собрание, мы скорее спешим, чтобы выехать автомашины оттуда. А почему? Почему? Да. Потому что толкучка такая, страшная, и нам далеко ехать, брат. Ну, если по большому счёту, вам торопиться некуда. А, брат, Абсолютно. Брат, доживёт до моего возраста. Если Бог доживёт, но если, допустим, сказать, что у кого-то дома ребёнок больной, допустим, он торопится, или кто-то из родственников нуждается в помощи, да. Ну, я думаю, дал Бог вам, сейчас вы живёте спокойно, свободно, ну, и торопиться некуда. Да. Я единственное хочу сказать, что вот каждый из нас даст за себя отчёт Богу, и не станем более судить друг друга. Аминь. Братья, давайте мы на эту тему закроем. Да, пошли дальше, конечно. Пойдём не дальше, потому что Павел Апостол больше и много ценного написал, нежели то, о чём мы сейчас застрелили. Совершенно верно. Я думаю, мы можем перейти к 15 главе. Ну, а почему дальше? А так, просматривая следующие стихи, я думаю, что здесь опять мы перейдём на эту тему. Не есть мясо, не пить вина, о чём мы очень много поговорили. Апостол Павел написал. А вот 15 глава, тут есть уже духовное направление такое, чему мы можем коснуться с большей радостью. Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Вот это тема. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих, тебя пали на меня. И всё, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду. Божье терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Да, Миша обрадовался, что теперь мы можем действительно поговорить о духовном. Я поддерживаю радость. Пожалуйста, братья. Если мы считаем себя сильными, сильными в чём? Первое, в вере. А что такое сегодня быть сильным в вере? Это не сомневаться в том, что Христос Иисус есть Сын Божий. Как Иоанн пишет, что пишу вам, дабы вы знали, что веруя в Иисуса Христа, как Сына Божия, мы имели жизнь вечную. Значит, мы имеем, написано, жизнь вечную. Вот это не подвергающееся сомнению, вот это наша вера, не той веры сейчас Господь требует от нас, чтобы горы передвигать или ещё что-нибудь. Но я, братья, не нашёл в Писании место, где было написано, что ученики, имея хотя бы сгорчичное зерно, передвинули какую-то гору. Я не нашёл лично. Так вот, какой веры сегодня от нас требует или ожидает Господь? Даже меньше, чем зерно горчичное. И то этого уже более чем достаточно для того, чтобы быть сильными, для того, чтобы сносить немощи бессильных. А кто такие бессильные? Да, интересный вопрос. Бессильные – это те, которые немощные в вере. И вот спрашиваешь, имеешь ли ты жизнь вечную? Да Бог его знает. А ты наследуешь жизнь вечную после смерти? Да как Господь усмотрит. То есть, человек, он не уверен в том обетовании, какое Господь дал. Брат, разрешу я спрошу? Опять-таки тот же самый вопрос. Ты таких людей встречал, с которыми так беседливал? И они так отвечают? Абсолютно да. И они члены церкви? Ну, как члены церкви? Вы знаете, есть и члены церкви, которые так и рассуждают. Быть может, они пришли к вере в Иисуса Христа, как в своего Спасителя, уже более преклонно в старческом возрасте. Быть может, они всю жизнь были православными, ходили в церковь православную. Может, никуда не подели. В основном. И они научены, научены. Им сложно сейчас дать уверенность себе. Брат, уверенность не мы даем, но Дух Святой дает уверенность. Он сам себе уверенность не дает в том, то есть, слабый в вере немощной, недоверие Слову Божию. Ведь указываешь, когда написано, что вот, написано, я уже повторял, что Иоанн пишет, что пишу вам, дабы вы знали, не то, что там вы предполагали, но дабы вы знали. Вот он пишет это для того, чтобы мы имели вот эту уверенность. Понимаете, если кто-то читает Евангелие или просто просматривает, или читает невнимательно, и не заостряет внимание вот на таких обетованиях, быть может, он и сомневается, быть может, он что-то подвергает какому-то сомнению. Он немощный. Павел у нас сегодня давно не говорил, набрался, наверное, уже так, информации, пожалуйста, да, братья, я вспоминаю свидетельство одному служителя Божьего, он рассказал такой случай жизненный, это было где-то в Черкассах, наверное, говорит, приехала к ним одна сестра молодая на отработку, и, значит, сняла жилье, а в собрание ездить через весь город, там, полтора часа на троллейбусе в собрание. И как-то мы с ней встретились на задней площадке, говорит, и так, просто, я говорю, а что ты так далеко ездишь? Ну, негде больше. Ну, я ей подсказал, где ближе снять жилье. Потом проходит время, меня зовут братья в братскую, сидит эта сестра и говорит, вот, он зашел, она ему говорит, при братьях, вот, ты на меня наклеветал, и молодая сестра от меня ушла. Ну, и там такое все. Я так недоуменно смотрю, один брат встает, второй брат встает, и говорят, и она говорит, ты должен попросить прощения. И брат встает, служитель говорит, а вот написано, вы сильные, должны сносить немощи, бессильных, а то был тоже диакон. Надо брат просить прощения. За что, брат, я не совсем понимаю. Можно я поясню? Ну, поясню. Значит, ситуация такая, одна сестра молодая, ездила очень далеко от своего жилья в собрание, а он ей подсказал ближе квартиру, где можно найти. за что просить прощения. То та хозяйка, у которой жила эта женщина, пришла и говорит, вот этот, ну, пришла и говорит, вот наклеветал этот брат, и она от меня ушла. из-за этого. Из-за этого, да, вот смысл. И братья, не разобравшись, вот так сказали, и он, и там какие-то факты такие говорили, что я, говорит, плечами жму, я такого не говорю. Они говорят, вот ты сильный, должен сносить немощи бессильных. Вставай, брат, проси прощения. Он говорит, я так мысленно просто. Стало очень тяжело, не доказывая не это, просто так Богу предал, встал, прости сестра. Я, говорит, на том и кончилось. Дальше свидетельство этого брата, Владимир Иванович, по-моему, говорит, моя церковная жизнь пошла вверх. Его, по-моему, потом избрали пресвитером, потом старшим пресвитером. И когда он стал старшим пресвитером по Черкасской области, то впоследствии потом эта сестра пришла и просит, говорит, помоги, брат, защитить, дети собственные восстали. Вот такая вот ситуация. То есть, в той ситуации он бы мог по-человечески возмутиться, доказывать свою правоту. А он решил пойти путем смирения. Даже то, что братья были неправы, не разобравшись, а он чисто взял, как говорится, на себя эту вину, но Бог, он должником не остался. Он свое время возвысил. Поэтому тут и написано, что сильные, вот в том случае брат оказался сильный и снес вот это. смиритесь под крепкую руку Божьей и отнесет вас свое время. Так написано, да? Да, спасибо, братья. Я думаю, это действительно один из примеров, когда в смирении более духовной, даже если не виноват, вот, он говорит, если чем, я обидел братья и сестры, простите, ради Христа, вот, если лично кто-то что-то имеет подойти, мы урегулируем, помолимся, то есть, смягчает все эти острые углы. Вот, это действительно сила, сила. Брат, Саша, что-то хочет? Нет, я уже сегодня внимательно слушаю. Ну, вот, Александр Филори задал вопрос, действительно ли в церквах бывают такие случаи, что вот, почитают тебя. Ну, я просто добавить хочу еще в том плане, что, ну, не знаю, как вы, мне часто приходилось слышать молитвы довольно-таки зрелых христиан и христианок, которые в молитве употребляют такое выражение, Господи, хотя бы у порога дома твоего. Слышали, да, вы такие молитвы я думаю? Ну, я, конечно, понимаю желание, но, если мы имеем твердую веру, мы знаем, что наши имена записаны в книге жизни, посажены во Христе на небесах. Вот, звоночек? Да, пожалуйста, слушаем вас. Братья, вот вы говорите, что сказать, что переверни, ну, чтобы гора передвинулась, Миска, а разве это не сдвигали, когда пришли ученики и говорят, Господи, нам бесы повинуются и трепещат. А Христос им говорит, а вы не радуетесь тому, что вам бесы повинуются, но радуетесь тому, что ваши дума уже записаны на небесах. так что это большие горы. Господь для нас столько сделал, что мы никогда бы не достигли этого. Аминь. Спасибо, сестричка, действительно, это сила Божья совершает великие дела в нашей жизни. А мы сильные, если мы считаем, что имеем эту веру, то это надо показывать на практике. Печально иногда наблюдать, ну, такие картины, опять, может быть, кто-то спросит, ты был свидетелем. Да, был свидетелем. Вот, и знаю такие случаи во многих церквах. Идет разбор обыкновенный, брат разбирает место священного писания, объясняет, ну, говорит, братья, сестры, вот это мое мнение, я вот так, вот так предполагаю. И тут встает другой брат, ну, может быть, более сильный, чем этот, наверное, и разносит пух и прах предыдущего. За его мнение. Да, да, еще так это с такой силой, с печалью смотришь, думаешь, это, наверное, бессилие, вместо того, чтобы мягко, с любовью, опять же, сказать, братья и сестры, вот, а мое вот так мнение, давайте порассуждаем, если мы сегодня не пришли к единству, давайте помолимся, чтобы Господь послал нам больше откровения в этом вопросе. Все у вас да будет с любовью, как говорит нам Господь. Ну, я думаю, что часы показывают нам, что мы подходим уже к завершению. В следующий раз мы продолжим эту 15-ю главу, я думаю, здесь есть о чем порассуждать, как вы, братья, считаете? Да, можно. Вот, а потом мое мнение и желание перейти к следующему, к первому посланию Коринфянам, вот, здесь тоже есть очень много хороших тем, вот, и начнем мы со второй главы, со второй главы, Коринфянам, вторая глава, то есть мы эту закончим, порассуждаем, если мы быстренько его завершим, то перейдем уже к Коринфянам, вторая глава, вот, ну и сначала начнем потихонечку разбирать, вот, такие глубокие душевные, духовные, уже духовные темы пойдут у нас, ни пищи, ни питье. Первая Коринфянам. Да, первая Коринфянам, вторая глава. Ну, а теперь, Александр Федорович, пожалуйста, совершите молитву. Господь наш, прими нашу благодарность, что в слове Твоем мы находим много указаний для нас о нашей жизни, о наших действиях, наших словах. И Ты слышал, Господь, и наши рассуждения. Господи, Ты также слышал о том, что действительно и в наших церквах встречаются вот такие случаи, о которых нужно сожалеть и молиться о них. Научи нас, Господь, если и встречаем мы, если узнаем о ком-то что-то отрицательное, как слово Твое учит, научи нас молиться о восстановлении, об укреплении, о ясности в этом вопросе. И помоги нам, Господь, тоже понимать правильно, что мы имеем право и даже повеление рассуждать, но не судить друг друга. Плагодарю Тебя за эти сведения, которые сегодня я получил, и, я надеюсь, наши слушатели и братья, которые со мной, слава Тебе, и за это, Господь, Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.